Городской чемпионат собрал как опытных, так и начинающих спортсменов. Один из участников, Денис Ершов, занимается бадминтоном 25 лет. За это время он неоднократно побеждал на различных соревнованиях, становился чемпионом Сарова. Денис Ершов считает, что в нашем городе созданы все условия для занятия этим видом спорта. Тренировки проводятся каждый день. То есть, народу есть где заниматься, проводят соревнования, люди выезжают на соревнования нерегулярно. Максим Вершинин серьезно тренируется уже два года. До этого занимался пляжным бадминтоном. Максим уверен, что бадминтон – это идеальный вид спорта. Здесь участвует все. Удар также идет от пяточки, кончается кистью руки. Сначала у них, конечно, будут травмы, но так как у нас коллектив большой, дружный, все больше и больше они будут любить этот вид спорта и не смогут без него жить. Бадминтон стал популярен в нашем городе в 70-х годах. Тогда же и возникла Федерация бадминтона Сарова. Сейчас ее возглавляет Вячеслав Никитин. Тренировки для всех желающих проходят практически каждый день. Однако нужно понимать, что бадминтон – непростой вид спорта. Я бы его приравнял к быстрым шахматам. Здесь надо очень быстро думать, что делать. Возможно, это все затягивает потихоньку. То есть, поначалу кажется, что это все как-то так… Ну, что там, волочек попинать. А потом уже понимаешь, что, особенно когда играешь с игроками в более высоком уровне, что не все так просто. В середине декабря в нашем городе состоится открытая личная первенство «Арфиатс ВНИЭФ» по бадминтону на сетке. Такой турнир проходил в Сарове уже два раза. В этом году организаторы планируют привлечь участников из других городов. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Продолжение следует.